Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас местопоклонная неделя и память 40 мучеников селастийских. Ну и, скажем, такой вот небольшой праздничный подарок нашему храму в этот день. Это вот, вы видите, сзади меня такой вот наперморт из стройматериалов, доски, брусья, железа, потом мой лист красично-вытяжной, ястница. Это, собственно говоря, подарок, сделанный ванной на ваши средства, которые вы жертвовали. Сейчас мы уже закупаем стройматериалы для того, чтобы потихонечку начинать ремонтироваться, приводить в порядок наш храм, наше здание, в котором мы и служим, и живем. Ну, кто следил за тем, что происходит на моей странице ВКонтакте, те видели, закупали уже и инструменты, и генератор был куплен. Недавно было пробурено две скважины. К сожалению, у нас с водой все так же продолжаются, в общем-то, такие нехорошие чудеса. Одну скважину пробурили на 40 метров, вода есть, но соленая. Сейчас на 30 метров пробурили скважину. Вода хорошая, но маловато. Пока что где-то 600-700 литров в сутки она в состоянии выдать. Ну, будем надеяться, что она раскачается и даст больше приход воды. Всем огромное спасибо, кто не был равнодушен, кто откликнулся, кто по сей день откликается, потому что средства еще продолжают приходить. И мы на эти средства будем еще закупать. Стройматериалы, инструменты, принадлежности. В общем, все, что тут нам сейчас жизненно не хватает. Отдельная благодарность сайту Помоги Приходу.ру и проекту Православия, которые организовали съемку видео, которое вы видели, выложили его на Ютубе, и благодаря которым стала возможность сбора этих пожертвований. Ну и сейчас вот мы потихоньку разворачиваемся с ремонтом, с ремонтными работами. Они делают очень большое и важное дело, помогая малым приходам, которые находятся, ну скажем так, в затруднительных финансовых ситуациях. Но на самом деле, то, что они делают, это еще гораздо больше. Это не только помощь этим приходам, благодаря им люди, в общем-то, действительно объединяются, показывают силу православной веры. Вы знаете, нам столько много людей за это время помогало. В пожертвования приходили буквально со всех сторон нашей Великой России, начиная с Калининграда на западе и кончая Сахалином на востоке, а также здесь, Юг, Крым, Кавказ, и кончая Мурманском, Новосибирском, Архангельском и так далее. То есть со всех сторон. А также приходили из сопредельных республик, из Украины, из Белоруссии, из Казахстана, где живут наши православные братья, из дальних стран, из Швеции, из Германии, и даже из Соединенных Штатов Америки. Везде, где есть русские, где есть православные, отовсюду откликнулись, присылали средства. Спасибо всем огромное, и спасибо организаторам этих сборов. Они помогают объединяться нашей Церковью, объединяться православным людям. И действительно, вы знаете, какое-то утешение было не только в том, что поступали средства, но и утешение в том, что мы не одиноки. Что действительно Церковь наша раскинулась по всему миру, и все мы едины. Где бы ни находились, все мы едины в православной вере. Храни вас всех Господь. Всем еще раз огромная благодарность и благословение Божие. Спасибо Господи всех.